Продолжаем нашу работу. В прошлый раз мы остановились вот на таком здании. Вот в таком объеме у нас было сделано. За то время, что прошло с момента прошлого видео, я добавил сюда пару деталек. Деталек это именно какие? Ну, во-первых, закрыл крышу, то есть провел вот так вот линию, вот здесь, и она закрылась, потолок создался. Затем разметил и прорезал окна с этой стороны и с обратной. Я это не показываю, поскольку вы это уже прекрасно знаете, поэтому делалось точно так, как мы делали окна внизу. Размеры здесь такие, тысячу от этой линии отмерил вверх. Высота самого окна 1300 и ширина 1000 мм. Для этой цели я сделал компонент и его оставил. Для того, чтобы было удобно вставлять, обратите внимание, здесь на компоненте я вот маленькую черточку нарисовал. Вот, видите, 50 мм. И когда вставлял окна, то я брал, например, компонент, перенести и брал вот за эту точку, где заканчивается черточка. И тогда у меня окошко ставилось ровно со смещением 50 мм внутрь. То есть, видите, они у меня все стоят как, задвинуты внутрь на 50 мм. Если потом захочется нам еще что-то сделать, например, типа подоконники. Вот посмотрим, нужны они или нет. А, они нужны. И кроме подоконников еще здесь есть там вот такое украшение. Вот подоконник сам. И плюс еще такая лепнина вокруг есть. То мы можем сделать ее сразу, и она вокруг поменяется. Ну, давайте мы начнем, наверное, с этого и сделаем. Что это за лепнина и что она из себя представляет. Мы сделаем это прямо на окошке. И вы посмотрите, они все сразу поменяются. Ну, для этого вначале давайте разберемся, как вот эта лепнина устроена. Что она представляет собой. Здесь 150 мм выступает. И здесь больше, ну, ничего нет, да, на нем. Вверх тоже 150 мм. Внизу подоконник есть. И ниже подоконника тоже такая же, но с таким выступом вниз, да, с таким выступом вниз эта лепнина. Вот что она из себя представляет. Ну, так, она такая плоская, я понимаю. Ну, судя по этой фотографии, ничего на ней нет. Больше другого. Но давайте так и сделаем такую лепнину. Значит, для этого мы будем работать в компоненте. Выделяем этот компонент. И давайте сделаем. Первое, что мы сделаем, подоконник. А подоконник у нас будет выступать на 100 мм. Помните, что у нас же здесь кусочек проведен? Вот так. Так, я хотел тысячу начертить. Здесь я выделил компонент. И в компоненте вот нарисовал черточку. Затем тысяча и соединил. Вот у меня получился этот подоконник. Ну, этот подоконник, я его сделаю так, чтобы он красиво был. Я ему маленькую толщину задам. Ну, совсем маленькую. То есть, я его вот так. Там 2 мм. И сюда под маленьким углом проведу. Вот так. Вот таким вот образом. Дальше. И его вытяну на всю длину. Вот подоконник и получился. Теперь осталось его, что покрасить. Возьмем цвет металлический металл. Ну, и выберем металл, металл. В принципе, это не так важно, поскольку мы будем потом, когда проводить визуализацию, то мы там можем назначить любой другой цвет. Да, любой другой цвет. Ну, я хочу этот торец еще покрасить. Ну, это, видите, сделать, поскольку он маленький, то достаточно, ну, не проблематично, а приблизить. Видите, как его тяжело, чтобы туда попасть, на эту штучку. Маленький торец. Ну, вот, получилось. Покрасим здесь, здесь и с обратной стороны. Чтобы уже к этому вопросу покраски не возвращаться. Так, покрасили. Так, все. Дальше. А дальше, смотрите, у нас идет вот этот выступ. Значит, и у нас рама стоит вот так, что вот эта часть находится вот от 50. И дальше она внутри. А это должно быть снаружи. Поэтому там, где 50. Я изображаю черточку. Вот так, 50. Толщину ему, ну, я хотел запустить ее с помощью инструмента FallowMe, но, наверное, так не получится нам. Поэтому мы будем по-другому делать. Мы ее тут прямо нарисуем. Так, и высота 1300. Высота 1300. То есть, вот так. 1300. Сюда пойдет 100. И вниз то же самое. Вот так. Теперь такую панельку нарисуем с левой стороны. Мы сразу все нарисуем, а потом объединим, да, чтобы проще было вытягивать. Нарисуем вот здесь. Там, где 50 миллиметров. Вот тут. Тут будет у нас выступать на 100. Так. Отсюда вверх по синий пойдет 1300. Здесь пойдет с конца по синий 1300. Вверху мы это все соединяем. Ну, дальше давайте подумаем. Вверху здесь должно быть у нас так. Вот сюда пойдет еще 100. Так. Ну, здесь 100. Здесь мы вот эти точки соединим. Так. И пускай вас это не пугает, да. 100 и соединим. Теперь возьмем выбрать, выберем и нажмем дыбить. Все. Ничего страшного не случилось, да. Мы это все объединим, чтобы это все было единое целое. Так. Дальше. Теперь снизу точно так же изобразим. Но плюс еще там на 100 миллиметров ниже опустим концы. То есть, мы сделаем так. Ну, здесь нарисуем 100 вниз. Дальше. Здесь, с этой стороны 100. Соединяем. Вот так. И теперь тут прорисуем еще. 100. 100. И вверх. Это уберем. И с правой стороны точно так же сделаем. 100. 100. И вверх 100. Это уберем. Теперь давайте проверим. Вот здесь у нас все ли хорошо, да. Никуда лишнее ничего не залезло, да. Теперь мы это все вытянем на... Так. И... Не хочет, да, выделяться так в другую сторону. А нам надо не в другую. Нам надо в эту сторону. Не хочет, да. Почему? Давайте мы вот тут посмотрим. Единственный может быть вариант. Мы тут линию-то не рисовали, да. Так. Теперь это выделим. Удобим. И теперь попробуем вытянуть. Ну, что-то нам тут мешает, да. Что-то нам мешает. Ну, хорошо, да. Не хочет так. Мы сделаем по-другому. По-другому. Мы нарисуем еще. Но по зеленой оси 50. На 50. Так. Еще на 50. И сюда. И теперь это вытянем, да. И посмотрим, что у нас получится. Так. Ну, хорошо. Вот эта линия лишняя. Ну, сейчас точно так же сделаем еще с другой стороны. Это будет 50. Так, будет 100. И замкнем 50. И вытянем. Так. И вытянем. Ну, сразу не хочет. А теперь еще раз. Два приема. Вытянем. Теперь вот здесь. Нарисуем. И тоже вытянем. Вот так. Обединим. Чтоб это было единое целое. И здесь нам осталось внизу. Нарисовать и вытянуть. Значит, здесь. Мы нарисуем вот так. И вот так. Теперь вытянем. Вот так. Получилось единое целое. Ну, давайте глянем, как там подоконник. Он дальше выступает или нет. Он должен чуть дальше выступать, да. Ну, давайте его и вытянем еще. Вытянем его чуть дальше. Вот так. Еще там 25 миллиметров добавим этому подоконнику. Ну, вот, пожалуй, и все. Да, получилось. То, что нужно. Сейчас давайте посмотрим. И, смотрите, все наши окошки здесь и с обратной стороны тоже. Мы туда даже не заглядывали. Вот видите, вот они все. Все они поменялись, да. Стали такие, как нам нужно. Так. Ну, что оно? Как оно выглядит? Соответствует вот этой фотографии? Я думаю, соответствует, да. Хорошо. Так. Все. С этим мы завершили. Дальше перейдем вот к этому элементу, который у нас остался сделать здесь. Значит, сделаем его тоже в виде компонента. Я предварительно по этой фотографии, а эту фотографию мы растянули до натурального размера, измерил, да, вот все здесь вот эти размеры. И теперь давайте это сделаем. Давайте сделаем и сделаем мы его в качестве компонента. Компонент. Компонент будет такой. Значит, длина будет 2,350. Ширина его 500. Значит, так 2,350. И вот так будет площадочка. Значит, это площадочка. Вытяну ее на 900 миллиметров. 900. Значит, сейчас я сразу сделаю из этого компонент. И этот компонент скопирую и поставлю туда, на место, где он должен быть. То есть, он должен быть вот здесь. Ну, я это специально сделал для того, чтобы я вот здесь буду делать внизу и смотреть, правильно ли все, хорошо ли у меня получается, да. И чтобы я мог потом на месте что-то, если необходимо, поправлять. Значит, мы тут должны отступить, посмотрите, на вот это расстояние. Вот это расстояние. 50 миллиметров. Да? 50 миллиметров. И дальше вытянуть еще на высоту. 1800. Так. Значит, я его опять выбираю. Отступаю. Отмеряю здесь по 50 миллиметров. Так. 50. И 50. Проведу здесь линии. Вот так. И вытянуть еще должен на 1800. Вытягиваю центральную часть. 1800. Ну и сразу давайте посмотрим, как он сюда становится, да. Ну да, так он и должен быть. Теперь смотрите. Вот это вот тут дуга, она вот здесь идет, да. Здесь, здесь эта толщина у нас, измерим, будет равна 200 миллиметров, да. То есть от 200. Так. Теперь разметим. Найдем срединку. От срединки влево-вправо отступим. Вот ступим к 200 и еще 200 миллиметров. То есть, вот смотрите, что я хочу. 200. 200. И потом еще раз. 200. И 200. То есть, я хочу сделать вот эту верхнюю площадочку. Вот тут, вот в этом месте, да. Вот она. И здесь, на вот этом оставшемся у нас месте, значит, я его поделю вот так пополам. И дальше нарисую вот эти закорючки. Дальше у нас всего это было 1200, пополам это будет 1350. Так. Вот так. Ну, в принципе, видите, так и должно быть. Но, наверное, красиво было бы, если бы это было где? Вот тут, ну, чтобы это, наверное, было по этой линии. Правильно? Посему мы так и сделаем, да. Опустим ее вот на 50 миллиметров. Вот так. Уберем. Все получается хорошо. На 50 миллиметров. Так. Да. Ну, и сколько мы тут измерили? 1300, да. Значит, вот здесь мы 1300 изобразим. Вот так. Дальше. А дальше нам нужно, наверное, еще разделить. Это будет пополам. 1000 пополам это будет 700. Делим пополам. Ну, а дальше надо сделать нам дугу. Но дугу тут две дуги. Одна вот так, а вторая вот так идет, да, дуга. Ну, чтобы это было красиво, то, наверное, я сделаю так. Я вот этот кусочек, 725 разделю пополам, по 360 здесь и разделю здесь 360. Вот так. Дальше. Вот в этом месте я сделаю маленькую площадочку. То есть, вот так, вот сюда 100. И сюда 100 наружу. Затем возьму дугу. И дугу, вот дугу. Дугу проведу отсюда до конца. Изгиб внутрь. Но такой надо небольшой. То есть, здесь 50. Здесь тоже с этой стороны так. И 50. Затем из этой точки до этой наружу. Ну, тоже надо небольшой. А вот такой. Ну, здесь получается 80. Вот так. И здесь, и здесь. Наружу 80. Вот так получилось. Вот то, что я хотел получить. Ну, смотрим здесь. Так оно выглядит. Ну, видите, да. Вот так дуга, площадочка вторая дуга. Так, хорошо. Теперь, смотрите, вот это окошко. Оно находится в центре его вот здесь. Если мы здесь линию соединим, да, по центру, да. По центру. Ну, эта линия у нас будет проходить, так, по верху. Это мы соединяем. Или по низу. По низу, да. То есть, эта линия будет проходить вот тут. Значит, эта линия у меня здесь есть. Вот она, да. Вот тут. Так, только это надо нарисовать прямую. Ну, вот так. Вот здесь должно быть вот это окошко. Так, что-то оно получается. Ну, высоту... Сейчас еще раз посмотрим. Оно находится в центре его, да. Вот тут, на нижней части вот этой маленькой колонны. Так и сделаем. Значит, высота этого окошка, я измерил, по внутренней части составляет 800, а ширина 500. Значит, высота его составляет 800. И ширина 500. Вот здесь 400, да. 400. И еще добавим 50. И добавим 50. Получилось 500. Высоту составляет 2,700. Тут у нас 400. Ну, и вниз отсюда отмерим тоже 400. Отмерили. То есть, вот, вот этот прямоугольничек, оно должно занимать. Теперь давайте порассуждаем. Вот если здесь у нас составляет вот это расставляние 500, то окружность мы здесь можем радиусом провести 250. 250 здесь, 250 здесь, 500. Общее 800. Ну, то есть, вот так делаем. 250 сюда. И 250 сюда. Вот так. Вот мы настроили такую сложную конструкцию. Вот так. Так получается. Вот так. А центры должны мы соединить. Вот так. Не центры, а концы этих дуг должны соединить. Вот так. Ну, и плюс выступает еще там снаружи. Можем это убрать. Это нам не нужно. Теперь сместим. И посмотрим. Вот, ну, 100 миллиметров, да? 100 миллиметров. Сместили. Дальше. Дальше. Дальше следующее, что нужно сделать. Здесь тоже так же сместить. Ну, давайте так. Сместим. Тоже 100 миллиметров. Но нам вся эта линия не нужна. Нам нужно, давайте посмотрим, что это смещение вот здесь, да? Чтобы оно было. И дальше оно не нужно. То есть, это смещение вот здесь. То есть, вот так сделаем. Вот так. Лишнее уберем. Вот. Это тоже уберем. Вот так должно быть. Так. Теперь. Нужно вот здесь такие два кружочка нарисовать, да? Нарисовать два кружочка. Вот они, да? Эти имеются в виду. Эти кружочки. И здесь должен быть такой, ну, тоже выступающая часть, да? Выступающая часть. Здесь должна вот тут заканчиваться. А здесь чуть меньше. Это еще сюда. 50 миллиметров. И еще 50. Значит, она должна быть так. Идти отсюда. Вот из этой точки. И попадать вот сюда, в серединку, да? Вот эту. Ну, здесь, ну, что, придется еще тоже вось провести. Здесь все. 150. Ну, то есть, 75 сюда. И 75 сюда. Теперь главное не запутаться в тех осях, да? А вот должна попасть сюда. И отсюда-сюда. Давайте посмотрим, все ли правильно, неправильно, да? Вот так должно быть, да? Так. Теперь вот это лишнее все поубираем. То, что нам больше не нужно. Ну, вот это, это. Так. Ну, вот это. Ну, давайте все уберем, да? Теперь вот это, это и это. Так. Теперь давайте посмотрим, так ли оно получается. Как должно быть или не так. Ну, так, да? Теперь осталось, что? Вот сюда вставить кружочек. Ну, для того, чтобы его вставить, то надо ему все-таки определить центр, да? Здесь 100, но мы тогда сделаем 150. И здесь его надо начертить так, чтобы здесь у нас 940, ну, 800, ну, 850. Так. И с этой стороны тоже 850. Вот теперь, так, почему у нас так получилось? 850. И здесь 850. Что у нас? А у нас вот это неправильно построено, да? Все-таки мы промахнулись. У нас вот здесь вот так стоит. 86, и 5. Здесь больше. Пишем 86, точка, опять. Так. 86, вот так. И проведем. Видите, вот я надо, чтобы она сюда попадала. Ну, сюда и чуть-чуть, и дальше я хочу провести. Дальше она не хочет. Ну, тогда мы сделаем так. Вот так. Проведем ось и по цвету и нарисуем вот сюда. Ну, теперь, теперь должно все красиво совпадать. Давайте посмотрим. Ну, вот теперь да. Совпадает. И теперь мы проведем ось, которая будет ниже этого, на 50. То есть, я кружок хочу провести радиусом 50. Ну, давайте посмотрим. 50. Ну, наверное, надо больше. Еще добавим 25. И кружок проведем радиусом 75. Вот отсюда. Так. Еще не годится. Значит, проведем сюда 80. Лишнее удалим, чтобы нас это не смущало. И сделаем кружок радиусом 80. И кружок радиусом 80. Вот так. Так. Теперь посмотрим. Так. Видите, тут у нас, в чем тут есть проблема. Ну, здесь все нормально. А вот в кружке нет. Значит, мы могли сделать что? Нарисовать его не в самой, в самом компоненте. Да. Ну. И видите, вы смотрите. Вот он не хочет выделяться. Значит, тут что-то проблема с компонентом. Да. То есть, когда мы в компоненте делаем, то есть тут беда такая, что мы можем... Вот. Смотрите. Не в компоненте это все сделать. Вот видите, это нам видно, что это сделано, что что-то где-то не там. Это показывает. Хотя мы... Вот смотрите. Компонент выбрали, да? Вот. Компонент выбрали. Вот это все в компоненте у нас находится. Ну, и теперь мы делаем вот тут. Компонент. 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 И все равно вот он не хочет выбираться, да? Не хочет выбираться. Ну, сейчас мы что-нибудь придумаем, да? Как это сделать. Так. Ну, смотрите. Вот так у нас все, что мы хотели, в принципе, здесь получилось. Теперь осталось нам... Вот. Вот эту часть. Видите? Опять же, проблема с компонентом. Значит, ну... Если мы тут застряли в компоненте, и что-то нам в нем не делается. Мы этот компонент взорвем. Все. И это прекратило быть компонентом. Вот. Это теперь все обычное. И потом мы можем его опять вернуть, но, правда, там уже тогда у нас тот компонент меняться не будет, да? Так. Я вот отсюда хочу отмерить новую ось. Вот тут на 80 миллиметров. Ну, для того, чтобы можно было здесь начертить вот эти кружочки. Я все-таки хочу добиться того, чтобы эти кружочки были, ну, одновременно мы могли их делать. Ну, вот, смотрите. Ну, вот, смотрите. Сейчас попробуем еще раз. 80 и не хочет, да? Что за беда? У нас тут ни компонент, ничего. Ну, ладно, мы тогда пойдем другим путем, если так не хочет. Так, видите, никак не хочет, да? Не хотят нам... Мы их сделаем отдельно и поставим, да? Если так, они не хотят делаться. Так. Теперь нам надо что? Вот убрать вот эту часть. Видите? Она туда двигается вперед. Но нам надо, чтобы она двинулась вот сюда. И ни в какую. Если она не хочет так двигаться, ну, это из-за того, что у нас такая фигура получилась криволинейная, да? Мы ее попробуем разбить на части. Может, это поможет. Видите, не очень, да? Помогает. Ну, а попробуем стереть. Там тогда получается беда какая. Значит, ну, давайте так. Тогда сотрем. Да, лишнее. Это из-за криволинейности нашей фигуры. Ну, видите, у нас тут такая сложная вещь получилась. И здесь есть разного рода выступы, да? Что препятствует вот как раз вот этому смещению, да? Выдавливанию. Но никто нам не мешает сделать вот таким путем. Может быть такое затруднение. Поэтому, если так случается, то можно поступить вот так, как я делаю я сейчас. Сразу заодно вот здесь удалю, чтобы ничего не было, чтобы было отверстие. Ну и вот, смотрите, дальше. Что надо сделать? Надо выдавить вот эту часть вот сюда, да. Видите, так. И если мы ее сюда выдавим еще обратно. Видите, она не хочет нам никак закрываться, да? Можно сделать и так. Видите, боковая сторона закрываться не хочет. Так. Давайте посмотрим, что мы тут еще не сделали. Ну, возможно, у нас тут дуга вот эта. Плохо. После смещения. То есть, давайте дальше подумаем, что можно сделать. Мы ее уберем пока. Вот то смещение, что мы делали. Уберем то, что мы настроили здесь, с этой стороны. И теперь посмотрим, как оно будет дальше выдвигаться. Ну вот, смотрите, все красиво выдвигается, да. А здесь мы можем зашить. Здесь мы можем зашить. Видите, иногда приходится что? Подумать и разными способами воспользоваться для того, чтобы получить тот результат, который мы хотим. Какие способы? Вы вот сейчас их все и видели. Но нам нужно что? Нам еще нужно сделать здесь смещение такое. Мы его сделаем сейчас. 100 миллиметров. И вот теперь опять обрежем то, что не нужно. Вот для себя мы можем сделать вывод какой. То, что можно сделать после выдавливания. Ну, целесообразно сделать после выдавливания. Так, вот эти кусочки уберем. А так, не хочет. А мы тогда так сделаем. Здесь тоже уберем. И если не хочет, мы эту дугу изобразим по новой. Так, я немножко неправильно. Лишнее уберем. Здесь нарисуем. Вот так. Вот так. И нам осталось сделать здесь кружочки. Кружочки. И это все вытянуть, да? Вытянуть и сверху еще сделаем. Так. Дальше. Значит, мы тут можем стереть. Тут можем стереть. Так. И отмечаем. Вот здесь. Сюда. И отсюда. 80. Вниз. Ну, и нам отметить удобнее будет. Ну, срединку найти. От срединки линию вниз. Вот так. И от нее уже нарисовать ось. Нарисовать ось. И ось из такого расчета, что тут получалось 80. Вот так. Это будет 280 здесь. И 280 сюда. Есть. Теперь кружок делаем. 80. И вот, наконец, он у нас слева делается хорошо. А справа не хочет. Так. Видите, слева хорошо нарисовался. Справа нет. Теперь попробуем. Видите, вот тут нормально все, да? А здесь нет. Еще раз попробуем его сделать. Так. Вот тут. Вот видите, опять не хочет, да? Ни в какую здесь. Так. Отделаем его так, чтобы он не касался. Вот тогда все нормально. Видите? Ну, немножко мы схитрили. Да, его вытянуть надо наружу. На 100. Здесь наружу. На 100. Вот такая получилась вот наша фигура, да? Фигура. Ну, в принципе, давайте посмотрим. Мы вот пока вот этих боковых половинок нет. Мы сделали только вот эту центральную часть, да? И центральную часть. Ну, и как она будет у нас смотреться. Ну, мне кажется, что вот тут, наверное, что-то высоковато, да? Высоковато. Ну, давайте поставим ее на место. Поставим на место. То есть, сделаем из этого мой компонент и посмотрим, что получается. так, скопируем и поставим. Вот сюда. Ну, вот смотрите. Мне кажется, что вот мы сделали ведь это отверстие, поставили так все, как необходимо, да? Вот оно стоит на этом уровне. Ну, единственное, что может быть, что вот эта часть, которая сверху, вот эта верхняя часть, вот смотрите, отсюда, если мы посмотрим до центра, да, до низа вот этого, она такая же, как, например, идет отсюда и сюда, да? Ну, у нас точно так же выглядит до центра 800, а вот если мы от центра вот здесь померим, вот тут и доверху, тут получается больше. Тут больше. Значит, у нас, видите, получилось все красиво, за исключением, что вот эта за высокая. Давайте мы попробуем сделать еще одну вещь. Мы попробуем выбрать, дальше нажимаю клавишу S и попробую ее уменьшить, в смысле масштабировать ее по оси, так, по оси, так, чтобы вертикально было. Так, S и вот ее уменьшаю. Ну-ка, давайте теперь посмотрим, что у нас получается в этом случае. Ну, вот это мы уберем и поставим вот этот экземпляр. Так, ну, и теперь давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. Ну, да, теперь это выглядит лучше. Тоже выглядит лучше. Ну, для нас еще очень важно то, вот смотрите, вот тут нам надо приподнять эти вещи, да, чтобы было красиво. Так. Нам еще очень важно то, чтобы мы в результате получили так, как оно выглядит здесь, да. Да, значит, единственное, что давайте мы исправим вот тут. так, и мы вот возьмем вот здесь, вот этот кусочек, вытянем, вот до сюда. Раз. И с другой стороны там тоже. Прямо здесь, в компоненте. Ну, теперь посмотрим. Ну, теперь хорошо. Значит, нам не хватает еще здесь, еще одной важной вещи. То есть, вот этого кусочка, да, вот этого. Вот здесь, видите, у нас такая подставочка должна быть, а потом такой элемент вращения сделаем. Ну, подставочку-то без проблем мы можем сделать. Эту подставочку мы сделаем так, смещением вот здесь, внутрь, 30 миллиметров, вытянем ее на 50. Так. И будем смотреть на эту площадочку. То есть, я хочу вот эту площадочку сделать. Ну, еще раз здесь сделать смещение. Только наружу уже. на 50. И вытянуть вот эту часть на 50. И вот эту часть на 50. Все. Теперь нам надо нарисовать будет то, что мы хотим получить. для этого мы будем делать инструментом это все вращение. Нам нужен центр. Из центра мы сделаем высота всего получается 900. Так. И дальше мы должны нарисовать вот этот элемент вращения. Вот это я уберу. И дальше я специально нарисовал вот так линию горизонтальную. Ну, чтобы было удобнее рисовать на площадочке. Вот так. Теперь давайте сразу посмотрим по высоте. Да. По высоте. Ну, до половины нам надо. Окружность. А там дальше такую ступенчатую. То есть вот так сделаем. 50. 50. 50. И еще раз 50. И 50. И еще раз 50. И дальше сделаем вот так. Сюда тоже 50. Так. Потом опять 50. 50. Вверх 50. Вверх 50. Вверх. Еще раз 50. И вверх. Так. Здесь мы сделаем. У нас измерим вот здесь 370. Значит, отмерим 370. Вот так. Так. 370. Вот так получается. Так. Теперь возьмем другу. Дугу. И. Дугу. Ну, тогда вот так. О. Вот такая получается дуга. Теперь здесь поправим. Поправим это как. Вот так. Ну, то есть дорисуем. Нет. Дорисуем прямую. Лишнее сотрем. Уберем. Ну, вот так. Вот так. Это уберем. Уберем. и здесь вот это лишнее уберем уберем и уберем теперь нарисуем окружность горизонтальной плоскости ну попробую сначала так выберем окружность дальше выберем инструмент следует за мной щелкаем здесь и получаем вот что мы получили с вами увидите ну наверное то что мы хотели бы с вами получить единственное что тут можно наверное вот эти ступенечки тут чуть-чуть уменьшить да вот и судя по этому надо уменьшить тогда будет красиво вот результат и посмотрите вот все хорошо сколько мы времени затратили для того чтобы получить вот такой результат но это вещь сложная на сложно и времени занимает много у нас еще остается что сделать вот такую же вещь вот здесь с этой стороны но на чуть попроще будет попроще ну и собственно крышу надо сделать я думаю что мы еще за один раз управимся и дойдем до конца ну а на сегодня пока будет все